Здравствуйте! Это видеообзор от компании Notic на смартфон HTC Titan на базе операционной системы Windows Phone 7.5 Manga. Для начала расскажем немного о внешнем устройстве Titan. Аппарат оснащен внушительных размеров экраном с диагональю 4,7 дюйма. Это на целый сантиметр больше, чем даже у такого немаленького аппарата, как HTC Desire HD. Titan оправдывает свое название, размеры действительно внушительные. Это особенно бросается в глаза при сравнении со смартфоном iPhone 4, у которого диагональ составляет всего 3,5 дюйма. При этом по толщине аппарата практически одинаковая, Titan толще всего на 1 мм. Задняя крышка выполнена из твердого матового пластика. С этой же задней стороны находятся камеры 8 Мп, две вспышки для нее и динамик. На верхней стороне находится мини-джек для наушников или гарнитуры и кнопочка включения и выключения. Вот так вот она нажимается. А с правой стороны находятся качельки громкости и кнопка спуска камеры. Камеру можно фотографировать только вот этой кнопочкой, программно не предусмотрено никаких других вариантов. На левой стороне находится гнездо мини-USB для синхронизации с компьютером или подключения зарядного устройства. На нижней панели находится вот такая маленькая кнопочка, нажав на которую мы снимаем заднюю крышку. Ну и вот теперь мы можем полюбоваться на внутренности нашего аппарата. В частности, можем отсоединить аккумулятор, достаточно маленький, но емкий, 1600 мАч. Под ним находится лоток для сим-карты. И обратите внимание, никаких сменных карт памяти не предусмотрено, карт-ридера здесь нет. Соберем это все обратно. Крышечка. Про крышечку можно сказать, что она сделана действительно добротно, не прогибается, не прожимается, очень все хорошо. Единственное, она пластиковая, не металлическая, как написано в некоторых местах в интернете. Соберем все обратно, вставляем и легким щелчком закупориваем. К качеству сборки и материалов никаких претензий нет, все действительно очень добротно и чувствуется дорогой, хороший продукт. Пришло время включить аппарат, нажимаем на кнопку, экран загорается. Это первое включение, поэтому загрузка будет немножко долгой. Ну и сейчас вот тут появится надпись HTC. Вот и она, правда, очень плохо видно, так съемка такая. О, Windows Phone, все отлично, загружается. Ну вот мы попадаем на рабочий стол Windows Phone 7.5. Под ним находятся три постоянные кнопки. Это кнопка «Назад», кнопка «Домой» и кнопка «Поиска». Рабочий стол состоит из виджетов, список которых прокручивается вверх или вниз. И каждый из них можно менять все местами. Зажимаем, всплывает, держим, тянем вниз и вот он в другом месте. Также перемещаем его обратно. Удалить виджеты тоже зажал. И нажимаем на вот кнопочку в правом верхнем углу. В самом верху удобно держать самые нужные виджеты. Вот, например, телефон. Давайте попробуем позвонить в один очень хороший магазин. Так вот. Нажимаем «Позвонить». И пошел набор номера. Ну, здесь же кнопочки на динамик, отключить микрофон, завершить. Вернемся назад. Видим, что мы все еще продолжаем звонить в верхней части. Возвращаемся и завершаем звонок. Вот она кнопка. Все. Позвонили. И обратно на рабочий стол. А если смахнуть рабочий стол влево, то мы увидим все установленные приложения одним большим списком. Тоже прокручивается вниз и вверх. По алфавиту приложения тут ассортированы. И вот сейчас попробуем вынести навигационную какую-нибудь программку на рабочий стол, чтобы видеть ее. Зажимаем. Здесь вот написано «На рабочий стол». К сожалению, не видно. Она появилась. Переносим ее повыше чуть-чуть, чтобы удобнее было. И замечательно. Вот она карта. На таком большом экране пользоваться всем одно удовольствие. Вот единственный момент, что когда в руке держишь, рабочая поверхность большого пальца, не охватываясь весь экран. То есть дотянуться до верхних или до нижних самых кнопок уже немножко затруднительно. К сожалению, рабочий стол, как, кстати, и многие приложения, не может переворачиваться. Ну, позвонить мы позвонили. Теперь попробуем послушать музыку, как сделан проигрыватель. Так, он внизу, внизу, внизу. Вот музыка и видео. Попадаем в такой интерфейс, который, к сожалению, тоже боком не умеет работать, только вот в такой ориентации. Ну, нажимаем музыка. Видим список исполнителей по алфавиту. Вот они все. Выбираем какого-нибудь одного. И видим все альбомы. Чтобы воспроизвести альбом целиком, нужно нажать на его обложку. Вот так вот. Пошли играться песенки. У нас звук на ноль, поэтому вы, к сожалению, не услышите. Чтобы переключаться между песнями, можно просто смахивать обложечки вот так. Это все один альбом. Просто разные треки. Вот здесь пишется название. Или вот эти вот кнопочки вперед-назад. В ландшафтной ориентации тоже ничего не воспроизводится, к сожалению. Только в портретной. Выходим назад. И вот тут, если нажать не на сам альбом, а на его название, то мы получаем список композиций из этого альбома. Вот они все. Ну, в общем-то, достаточно удобно. Назад опять выходим. Исполнители. Тут еще есть сортировка полностью все альбомы по порядку. И чуть дальше. Просто все композиции, всех альбомов одним большим алфавитным списком. Можно убирать любую, перемешивать или слушать все сразу. Назад опять. И, в общем-то, вот так вот воспроизводится музыка на встроенные проигратели Windows Phone 7.5. Тут еще вот новые, программы какие-то. Выходим назад. Ну, теперь посмотрим, как устроен интернет. Тут Internet Explorer 9, мобильная версия. Он в ландшафтном варианте отлично воспроизводится. На большом экране, в принципе, просто супер. Все отлично видно. Удобная клавиатура большая. Зайдем на сайт того замечательного магазина, куда мы уже пробовали позвонить. Ставничка грузится. У нас Wi-Fi. Нет 3G соединения. Загружается. Тут вкладки можно посмотреть. Три штуки открыты. Их можно менять местами, закрывать, переключаться. А вот Flash браузер не поддерживает. Вместо флеша мы видим вот такую вот рамочку. Видно, что Flash контент не подгружается. А в целом браузер вполне нормальный. Все видно хорошо. Zoom. Плавный скролл. Можно копировать, удалять, вставлять. Не сразу нажала, к сожалению, кнопка. Ну и, само собой, страницы можно помещать в закладки, редактировать их там, давать название. Добавим в избранное. Все, хорошо. И выходим обратно на рабочий стол. Самая правая нижняя кнопка, она отвечает за поиск. Нажимаем на нее, и открывается браузер с открытой страницей поисковой системы Bing. Ну вот, не очень оно оптимизовано все, потому что могли бы перерисовать страницу под Windows Phone 7.5, потому что, видите, как-то оно открывается не очень красиво, не самым лучшим образом. Теперь попробуем отправить SMS. Вот они все беседы. Выберу свой собственный номер, все диалоги, и наберу здесь какое-нибудь простое сообщение. Так, секунду. Так вот, лол, сообщение отправлено. Сейчас подождем, пока оно придет. Вернемся пока на домашний экран. Вот, пришло сообщение. Все отлично. ICQ и прочие сообщения удобно отправлять через клиенты M+. Я скачал его отдельно. Он знаком многим, потому что та же самая программа есть и на Android, и на iOS. Все контакты. Если у них есть картинки, будут видны картинки. Можно выбрать любой. Смотреть, с кем мы недавно общались. Тоже что-то такое написать. В принципе, все обычно. Обычная, скажем так, аська. Если в любом месте зажать кнопку назад и подержать ее, то мы попадем в меню, которое недавно запущенные приложения нам показывает. Эдакая мультизадачность. Приложения убиваются на самом деле случайным образом. Как-то менеджмент памяти или что-то такое там работает. То есть управлять этим всем нельзя. Теперь посмотрим на предустановленное приложение карты. Сразу хочу сказать, что это не самое лучшее приложение. Лучше скачать пакет от Google Maps или любой другой. Там их много достаточно в маркете. Потому что это приложение, можно видеть, не очень быстро определяет и не очень быстро подгружает карты. И что самое, на мой взгляд, неудачное, это то, что карты на английском языке. Сейчас вот это будет видно, прогрузится наконец эта карта. Видите, долго очень идет соединение, хотя интернет достаточно быстрый. Грузится, грузится. Вот, о чем я говорил. То есть только на английском языке русский язык тут не предусмотрен. Поэтому приложение в принципе нормальное, но лучше поставить какое-то продвинутое. Вот пакет от Google отлично работает, так же как на всех остальных операционных системах. Настройки телефона сделаны в приложении настройки. Все они находятся здесь. Причем как настройки системы, вот они. Так и правее можно видеть настройки приложения, если смахнуть вправо. Ну, тут все стандартно. Яркость, дата, время, настройки телефона и прочее. В принципе, ничего особенного здесь нет. Достаточное количество настроек. Все пункты меню крупные. Нажимать на них легко. Ну, попробуем что-нибудь сделать, тему поменять. Выбираем цвет иконок. Бирюзовый. Назад. И вот иконки все бирюзовые. Ну, или вот так вот можно сделать их фиолетовыми. Особо кастомизации никакой нет. Цвет и фон можно менять. Посмотрим на камеру, то, как работает камера. Кнопочка на правой стороне отвечает за вызов приложения камеры из любого места. И она же отвечает за съемку. Попробуем что-нибудь сфотографировать. Тут коробочку. Берем. Нажимаем на эту кнопку. Оп. И у нас есть кадр. Он уходит влево. Тут же его можно просмотреть. Хорошо ли получилось. Зум, естественно. Ну, все достаточно обычно. Камера снимает действительно хорошо. Снимки получаются качественные. Можно сделать видео. Сейчас найду. Нет, вот так вот зумить нельзя. Проближение только вот этими кнопками. Дальше и ближе. Ну, вот эта кнопка съемка видео. У нас таймер. Пока мы не нажали на кнопку, снимать началось. Начали снимать. Большой палец покажу, что все здорово. Жизнь хороша. Устанавливаем съемку. Опять уходит налево запись. Можно ее проиграть. Оп. Здорово. Видео тоже вполне отличное получается. Выйдем из приложения камера. И посмотрим на фотоальбом. На то, как можно смотреть фотографии по альбому и видео. Галерея камеры. Альбомы. Два альбома. Какие-то приустановленные фотографии, которые были изначально. С футболистами, велосипедистами. Портретная, ландшафтная ориентация, зум, смахивание. Все. Здорово. Можно отправить куда-то там в Skydive. Не знаю, что это такое. Можно отправить по e-mail, удалить. Использовать как фон. Используем как фон. Выбираем нужный участок. Нажимаем ОК. Назад. И теперь, опа, фон не поменялся. Видимо, я что-то сделал не так. Странно. Я вроде на галочку нажал. Надо было, наверное, подождать немножко. Что очень понравилось, это когда меняешь громкость, вверху возникает панелька, где сразу можно включать вибрацию, отключать вибрацию. Или ставить беззвучный режим. Видео. Давайте попробуем еще видео. Не показал видео. Список всех музыкальных клипов и фильмов. Собираем любой. И он начинает воспроизводиться. Опять-таки, только в ландшафтном варианте, в портретном он не умеет. Поддерживаются далеко не все форматы. Нужно конвертировать в режим совместимый. Это умеет программка Zoom. А так, вот стандартные модели. Кнопочка приближения. Ну, стоп. В общем-то, все. Тоже ничего особенного. Обычное видео. А вот медиатека, наоборот, не умеет в ландшафтном варианте воспроизводиться. Записи можно заранее на компьютере сортировать по тегам, чтобы были музыка, сериалы, клипы. Вот, например, в разделе музыки у меня музыкальный клип. Что достаточно удобно при упорядочении медиатеки. То есть, не все видео одним скопом. Можно сразу рубить сериалы, большие фильмы, музыкальные клипы, какое-то домашнее видео. В принципе, это здорово, правильно. Что касается качества видео, то тут все неоднозначно. Те форматы, которые он умеет воспроизводить, он воспроизводит любое видео. Вот мы пробовали 720p, все было отлично. А вот у этого клипа качество очень плохое, потому что он был конвертирован через Zoom. Может быть, как-то настройки там есть, но Zoom конвертирует, качество получается действительно плохое. Поэтому я бы советовал Zoom не доверять, а использовать какой-нибудь сторонний конвертатор, который будет без потери качества конвертировать в нужный формат. MP4, например, читается без проблем. А вот магазин приложений Marketplace, основные категории, программы, реклама какая-то. И дальше вот списки категорий, в которых есть приложения. Новые, топ, подборка, наверное, на основании моих предыдущих закачек. Попробуем поиск, скачать какую-нибудь программу. Вот, например, Facebook. Набираем Facebook. Facebook. Вот он сразу нашел. Ну, вот, знакомый логотип. Качаем. Сплатно установить. Разрешить. Загрузка. И сейчас в списке программ загружается. В списке программ появляется Facebook. Бежит полосочка. Но у меня, к сожалению, аккаунта на Facebook нет, поэтому мы туда зайти не сможем. Сейчас оно докачается. Оп. Скачалось, установилось. Заходим. Ну, и вот, приложение Facebook. Оно умеет в ландшафтном варианте отображаться, что удобно. Зайти мы туда не сможем. Ну, видите, установка очень простая, программа. Заходим, ищем, нажимаем установить. И оно устанавливается само просто и понятно все. Причем некоторые программы бесплатные, а некоторые просят денег по кредитной карте. Ну, в общем-то, все как везде. Достаточно неплохая читалка электронных книжек, называется. Фреда скачал отдельно. Вот книжный шкаф. Книжка загружается. Книжки туда через Dropbox добавляются. Такой сервис специальный. Можете набрать в поисковике Dropbox. Узнаете о нем. Хороший сервис. Вот странички. Можно вверх-вниз крутить. А можно справа-налево, как обычные странички, нажимая на правую часть. Вот они переворачиваются. Читает он книжки EPUB. И вроде бы FB2 EPUB точно читает. Я все читаю в EPUB, поэтому у меня это очень удобно. Настройки. Можно менять шрифты. Фон. Тему. На рабочий стол. Все работает действительно, как вы могли видеть, быстро. То есть кнопки назад, домой, открытие приложений. Все происходит почти моментально. Никаких задержек, тормозов нет. Вот, например, приложение HTC Hub. Разрешить. Писать положение. И тут будет сладко погоды по разным городам. Время. Ну, знакомый интерфейс для тех, у кого есть устройство на Android с HTC Sense. Прогноз погоды на сегодня. Красивая анимация. Можно всякие настройки делать. Полный экран можно смотреть. Боком, к сожалению, тоже смотреть нельзя. Только вот в таком варианте. Дальше идут акции. Ну, я акциями не пользуюсь, поэтому, наверное, все хорошо с ними. И новости. Новости – это замечательно. Куча новостных потоков. Можно добавлять свои. Вот, например, спорт, погода, все что угодно. Есть, правда, один недостаток. Они все на английском. То есть, вот мы берем, добавляем новости. Google News. Только на английские новостные потоки. Google News. Да. Назад. Да, назад. Назад. И вот добавился Google, но оно все на английском. Поэтому для России это все не очень актуально. К сожалению, вот HTC Hub в этом плане подкачал. Кроме как погода, особо смотреть там нечего. Новости удобно смотреть вот в отдельных приложениях, как это Рея Новости. Здесь все по-русски, с большими кнопками. Крупный шрифт, картинки. Быстро загружается. Сразу вот свежие новости. Входим в нее, смотрим, читаем. К сожалению, тоже в ландшафтном варианте она не читается. Жалко, почему было бы удобно. Только в портретном. Ну и в портретном варианте, благодаря большому экрану, нормально читается. Еще раз повторю, что работает система действительно очень быстро. Никаких подгружений тормозов. Вот открыли HTC Hub. Он появился, закрыли, моментально вышли на рабочий стол. Действительно здорово, несмотря на одноядерный процессор. Ну, на этом наш видеообзор подходит к концу. Выключим аппарат, вот так вот проводим. Пишет. До свидания. Ну, до свидания и вам. Благодарю за внимание. Пока.